МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это тестовая команда потребителей, канал Мастер Форум. Сегодня мы тестируем трактор в Скаут. Вот здесь с вами команда, я, редактор Алексей Мяснянкин, мой коллега Максим Грибоедов. Макс, расскажи про трактор. Хотя бы коротко, только не надо весь каталог перечислять. Давай основные характеристики только. А то это до вечера будешь рассказывать. Я могу. Значит так, это трактор Скаут Т-25, дизельный, мощность 20 лошадиных сил, примерно 1200 кубиков. Жидкостное охлаждение, насколько я понимаю. Да, жидкостное. Чем интересен? Очень разветвленная гидравлическая система. На него можно повесить много всякого. Вообще у Скаута есть порядка полусотни видов навески. Но сейчас мы будем работать с фронтальным погрузчиком. Это вот этот аппарат. Ну и еще трактор, в принципе, в базовой комплектации. Кроме одной мелочи, утяжелители на колеса. Здесь они были поставлены. Мы сюда завезли песок на поле. Причем завозили с приключениями, посадили 130-й ЗИЛ. Ну разве приключениями? У нас есть поле неровное, в колее, в траве. Ездить по нему непросто. У нас есть четыре куба песка, прицеп и задача перевести эту кучу куда-нибудь в другое место. Коротко, немного, а прицеп, вот такой вот он у нас здесь. Есть, кстати говоря, с гидравлическим опрокидыванием, с механизмом гидравлического опрокидывания. Самосвайдер, фирменный, скаутовский. Так, борт, смотри. Борт откидывается. Во все стороны. Боковые борта откидываются, задние откидываются, удобно. Хорошая вещь. Борт откидывается. Борт откидывается. Рассказывай, что здесь мы видим, для чего все это нужно, как оно установлено. Значит так, дизельный двигатель жидкостного охлаждения, к нему присоединен большой маховик, спереди стартер и на маховике зубчатый венец. Это все как на автомобиле. Аккумулятор спереди, совсем спереди на капоте очень много разных лампочек и фар, оптиковые и звуковой сигнал. Дальше, от маховика, во-первых, на маховике есть вот тут пять шкивов, на два из них идут приводные ремни, еще три запасные, это для разные навески. Ремни постоянно движутся, то есть пока двигатель работает, маховик крутится и задний шкив крутится. Натягивается это вот таким вот устройством и дальше под сиденьем оператора находится все самое интересное, то есть там сцепление, там коробка передач с понижающей, с повышающей, с блокировкой дифференциала и там же сзади цепной выход на заднюю шестерню. Вот здесь вот есть цепная передача от коробки. Вот в этой штуке у нас смонтирована шестеренка. Если вот эту заднюю часть открутить, сюда, насколько я помню, можно положить, присоседить культиватор, культиваторную насадку. Ну а так это вообще в сборе просто сцепка для всего чего угодно. Все смонтировано на раме, есть дуга безопасности. Эта дуга помогает, если трактор падает на бок, она не дает возможности трактору перевернуться вверх колесами. На бок, конечно, упасть может, но хотя бы трактористу трактор не придавит. Передняя балка на балансире. Вот такая конструкция подвески как бы на одной точке, то есть передняя балка относительно всей рамы может немного поворачиваться. Интересного тут много, но в принципе можно еще заметить. Сиденье на пружинах. Глушитель выведен вверх, выполнен из нержавейки. Зеркала заднего вида есть. Фара для освещения заднего пространства. Тут и ближний и дальний свет все это есть. Даже поворотники светодиодные. Так, ну работает, уже проверили. Погнали дальше. Вот только расположение рычага слегка непривычное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Макс, как ты думаешь, сколько мы сюда загрузили? Тонны или больше? Ну посчитаем. Сейчас, погоди. Попробуй. Ну да, тонна есть. Пора бы и итоги подвести. Прицеп загружен, песок завезен. Место мы запомнили. Трактор протестирован. Понравился, хорошо работает. Самое главное статью писать не мне. Макс писать будешь ты. Возрадуйся, грешник. А сколько у нас до вечера? Лампочка еще высоко, так что работать. Если хотите этот трактор увидеть живую, приходите на выставку МИТЕКС, он там будет. Обещают даже прямо вот в этом видео, как он здесь. А так, подписывайтесь на наш канал. Впереди много всего интересного. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok